Какое-то время тому назад в Reshade добавили лут-фильтры. Это цветовые палитры, вмещающие в себя почти любые изменения в картинке, которые можно сделать с помощью Reshade. Это сильно упрощает создание визуальных модификаций и увеличивает производительность игры. Так, внеся все изменения картинки в лут, далее можно использовать только этот один фильтр, а чем меньше фильтров, тем больше фпс. Гайды на ютуб учат нас работать с лут во внешних программах, вроде photoshop, paint. Для этого нужно открыть скриншот игры и файл лут png, хранящийся в папке Reshade, и объединить их в редакторе. После этого можно начинать обработку изображения. Но это так неудобно! К тому же обычно нужно делать несколько скриншотов, чтобы понять, как будет выглядеть игра в разных локациях. Но что если я скажу вам, что это все можно очень сильно упростить и настраивать вашу будущую крутецкую лут палитру прямо во время игры? Для этого мы используем эффект под названием Layer. Он накладывает выбранный нами png файл поверх картинки игры. Мы воспользуемся этим для добавления палитры лут поверх игры. Я заготовил для вас три лэйера для Full HD, 2K и 4K, но вы легко можете создать свой собственный под любое удобное вам разрешение. Ссылка на архив будет в описании. Итак, выбираем нужный нам файл. Переименовываем его в Layer.png и копируем в папку Reshade Shaders Textures. Запускаем игру. Я мало играл в Payday, но при первом же запуске мне абсолютно не понравились эти ядовитые деревья и абсолютно черные контрастные тени. Поэтому в своем профиле Reshade я немного высветлил тени и заменил цвет листьев на что-то более похожее на осень. Для этого мне пришлось использовать комбинацию из семи разных фильтров, что довольно сильно снизило фреймрейт. Чтобы внесенные в картинку изменения применились к палитре лут, ее нужно расположить в самом верху списка фильтров. Делаем скриншот, обрезаем палитру в любом удобном для вас редакторе и сохраняем ее в папку Textures под названием LootPinji. После возвращаемся в игру и выключаем все более ненужные эффекты, оставляя только LootFX. Таким образом мы сохранили и изменения в картинке, и количество кадров.